Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и это наша следующая серия прохождения за город-убежища. Спасибо вам еще раз большое за ваши лайки, подписки и комментарии, и напоминаю, что скачать этот мод можно у нас из группы ВКонтакте. Ссылка в описании, в закрепленном комментарии, и везде она просто есть, и куда попала пиха, и люди все равно найти не могут. Вот, ну все, давайте сейчас не об этом. Сейчас я хочу с вами очень серьезно поговорить. Мне там писали люди насчет тактик, как нам здесь хотя бы не просто там кого-то победить, а просто выжить. Спасибо большое им, и я вот реально тоже долго очень думал насчет этого. Просто дело в том, что наши противники НКР, Легион Цезаря, они развиваются быстрее нас. То есть, чем дольше мы тянем время, тем сильнее они становятся, понимаете? В итоге все придет к тому, что мы уже не сможем ничего сделать. Но сейчас и так мы ничего не можем сделать, нам нужно найти золотую середину, когда мы будем максимально сильны, а они будут максимально слабы. Но понятное дело, что они все равно будут сильнее нас. Вот, предлагали идею, допустим, отдать вот эти вот территории, когда начнется война. Ну, конечно, ключевые, наверное, не стоит отдавать, а то мы потеряем производство. Вот где-то вот так вот. И тогда наши партизаны их начнут мучить. А значит то, что и там будет меньше снабжения, и у них будут тратиться фабрики на ремонт наших заводов, а не на полезные там какие-то постройки. Хотя в таком случае придется, конечно, отдать ключевые точки, чтобы и фабрики поотдавать. Здесь даже фабрики нет. Да, бесплодные земли. Но, видите, это все-таки горы. Тут воевать, в принципе, если они нападают на нас. Холмы. Здесь холмы. Горы, горы. Вот обороняться здесь, в принципе, удобно. У них здесь равнины, то есть пробиться, ну, тоже, в принципе, не так-то и сложно будет. То есть, географически мы здесь, конечно же, получше. Смотрите. Если планируем воевать против НКР, то нам нужно найти союзников. Союзники единственные, которые разделяют наши убеждения в этом мире, наш взгляд. Это, конечно же, западное образце стали. Да. Ну, я орою с Чузану Ван во главе. Вот. И придется, когда поднимется у нас здесь уровень мировой напряженности до 80, попроситься к ним в альянс. Либо же сделать это, когда уже мы точно этого захотим. Ну, именно, когда война будет уже назревать. И, таким образом, они просто, НКР имею в виду, уведут огромную часть дивизии. Допустим, вот сюда, вот сюда, сюда. И здесь мы, когда начнем атаку, не будет сложно кидать подкрепление. Понимаете? Кстати, я забыл вам сказать то, что вот я переименовал здесь три дивизии. И здесь еще сразу же тоже переименовал. Очень мало сколько влезло, ребят. Я в следующих видео уже буду. И прошлое предложение. Ну, вы их, конечно, дублируете, чтобы я уж точно замечал. Ну, в смысле, с того прошлого видео. Не надо спамить. Сейчас, что мы будем делать? Предлагали забрать Якуц, потому что не очень красиво. Переходик, конечно, ну. Вроде не такой уж и кривой, но в целом он меня не устраивает. Поэтому нужно брать Якуц. Неприятно будет, если Ньюрина вступит в альянс с НКР. А такое может быть. Такое бывает. Но в любом случае, если берем Якуц или нет, все равно мы будем с Ньюрина на границе. А так, хоть, может быть, и расширим фронт. Также, что делать нужно? Сейчас с этим всем разберемся. Буду строить фарпосты здесь. Хотя бы четвертый уровень. В принципе, смотрите. Ноут крупная. С другой стороны, это минус. Потому что, смотрите. Один, два, три, четыре, пять. Как минимум, пять дивизий могут напасть на эту пробку. То есть, вы понимаете, я надеюсь, о чем я. И поэтому здесь нужно очень много фарпостов. Очень. Вот, блин, ребят. У меня сейчас сердце еркнуло. Короче, я записал больше половины серии. И заметил то, что запись-то крашнулась. Капец. В целом-то ничего интересного здесь не происходило. Просто я очень много болтал. Очень много важного болтал. И, вероятно, сейчас все не вспомню. Ну, короче, писали мне люди то, что лицензии стоит брать. У Нью-Вегаса там. Ага. Каким боком? Мистер Хаус нам будет давать свои наработки. Скажите. Он как институт. Он не собирается ни с кем делиться. Он нам никогда ничего не даст. Другое дело. Броссо-стали Мохавы. Либо же западное броссо-стали. Они спокойно тебе разрешают брать их наработки. Потому что, ну, один враг. Даже минуса нет. Технологическая разница. Он дорожелюбно к нам относится. Берем, давайте, это бомбардировщики уникальные. То есть мы их изучить не можем. Мы их производить можем только по лицензии. Но мы вот здесь изучаем истребители. Такое поставили. Но это правильное решение. Потому что у них почему-то нет в лицензии истребителей уникальных. Только вот эти вот бомбардировщики. И что, мы будем посылать их в голое поле, что ли? Нет. Возьмем еще истребители. Будем их еще так производить. Конечно, затратный это будет. И то и другое делать. Ну, ладно, давайте кидаем сейчас в нашу армию вот сюда вот. Ставим оправдать цель войны. И почесали. 165 дней. Вперед. Так, и сейчас у нас нужно будет решать очень важные вопросы. А именно, улучшение условий внутри государства. Ну и заодно захватывая соседей, конечно же. Куда же без этого. Так, атака. Давайте вот так вот и поставим. Они там уже готовятся. Пусть будут. Ак да. Вот что я еще хотел. Вы там давайте тренируетесь. Я хотел с вами поговорить насчет поддержки. Писали то, что собаки все-таки не рационально их использовать. Лучше все-таки поддержку пулеметов. Да, я согласен. Я тогда тупел очень сильно. Когда только осваивал этот мод. Поддержка собак, она на самом деле. Ну, конечно, да. Она полезная. Только если ее дальше потом развивать. Вначале она тоже может полезна из-за ее низкой стоимости производства. То есть собаки, они очень дешевенькие. Быстро делаются. Как бы это странно не звучало. Но в дальнейшем, конечно, лучше переходить на пулеметы. Сейчас вы не видите плюсики, потому что это неизвучено. Очень, конечно, странно это. Но я заметил то, что пулеметы, они хороши против мяса. Противотанковой атаки у них вообще нет. Вообще. У них хороший прорыв. И защита большая. То есть это нам очень сильно поможет против огромных государств сильных. Которые намного сильнее нас. Ну и, конечно же, сейчас поставить нужную поддержку огнем. Потому что прорыв 55 против пехоты плюс 20. Ну, это дорогого стоит. Очень дорогого стоит. И потом, наверное, полевой госпиталь. Потому что смотрите, что я заметил. Мы каким-то стали фигом крупным государством. Понимаете? Мы когда играли за рейнджеров, мы до самого конца кампании становились крупным государством. Из-за чего мы могли национализировать захваченные провинции. А это означало то, что мы получали огромный приток людских ресурсов. Здесь же мы ограничены в этом количестве. Понимаете? И нам нужно как-то будет с этим играть. Поэтому нужно ставить полевой госпиталь. Мы больше не можем никак нормально национализировать провки. Такая вот беда. Так, а что здесь? Конечно, можно прыгнуть сюда 268 дней. Там, конечно, у нас будет бонус на урезание времени. Это уже потом по фокусам. Давайте пока вот это вот возьмем. Окей. Так, вы готовьтесь. Здесь как производство. Потихоньку идет. Хорошо. Давайте его поставим. И так чисто запихну сюда. Пускай вот. Вот так. Одну. Все, окей. Хорошо. Пока не буду делать новую дивизию. Он чуть растет. Потому что нужно будет запихивать поддержку. Вот. И будем ждать, пока там что-то там западное борцов стали будет планировать делать. И уже в зависимости от его решений будем сами принимать уже свои решения. Конечно, чуть только зависим от него. Если он не нападет на НКР. Хотя бы это по-любому произойдет. Потому что либо то на того, либо тот на того. Так, смотрите. Эффект действия наших партизан плюс 10%. Потеря от истощения минус 10. Хорошо. Полезная штука, когда будем загонять противника на свою территорию. И истощать его там. Так, ну че. Давайте запихнем огнеметы сюда. Посмотрите на статы на прорыв 16, да? 71. Ну, ну конечно, будет теперь стоить у нас. Это топливо, да? Топливо. А тут, кстати, с ним очень плохо все. Очень. Не из-за него-то общая война и была. Будущие слуг. На протяжении десятилетий слуги подвергались насилию. Вероятно, нам нужны перемены. Некоторые из граждан начинают раздумывать о том, чтобы наделить их базовыми правами. Это не обязательно, но подобные нововведения могли бы повлечь за собой рост лояльности. Правослуг. Давайте будем соблюдать изначальный баланс. Стабильность минус 5, но зато объем заводского производства плюс 10. 10 это офигенно. Но мы получаем его от стабильности. Если мы ее потеряем, конечно, не так много потеряем, как получим, но там же ведь еще и помимо этого и другие бонусы есть. Тут мы получаем стабильность, поддержку войны и объем плюс 5. Берем это. Уже 75. И смотрите, как он красиво выровнялся. Качество или количество? Окей. Как здесь у нас? 39%. Четок ждем. Сейчас я хочу взять. Уже накопились очки, потому что не ставим вот это вот. Поэтому они так быстро растут у нас. Поставить атаку плюс 5% пойдет. Здесь давайте дошифровку. Все. Хорошо. Потом уже будем изучать лазерное оружие и будем становиться уже более-менее соответствующим своему технологическому статусу. Хорошо. А сейчас тогда просто ждем чуток. Чуток ждем. Вот уже самолеты идут у нас. Здесь производство... Вот снаряды, воспламеняющиеся огнеметы, сам по себе, они очень быстро тратятся, поэтому их нужно много. Ну, они объявили все-таки уже войну им. А то я думаю, что они объявляют? Уже как бы пора, ну вот. Так, а вот и наши дивизии. Долгожданные дивизии. Так, я хочу тогда вот поставить, напомнили они мне. Военного теоретика, там хоть время исследования уменьшает. И опыт армии, полезная штука. Так, ну там прирост... 0,006. Такое себе, конечно, приростик. Ну, хоть что-то. Согласитесь, хоть что-то, а? Так, ну если они начнут войну, я отправлю маташей. Я, конечно, не до конца разобраться, что это все такое делает, потому что только обновление, но... Полезная штука, видимо. Слуги, которых мы вербовали на протяжении долгого времени, всегда становились отчаянными и жалкими людьми. Готовы им поставить подпись под любой бумагой, чтобы перестать быть рабами. Но сейчас мы находимся в уникальном положении. Сейчас мы по-настоящему нуждаемся лишь в квалифицированной рабочей силе. Что позволило бы сократить численность низкоквалифицированной рабочей силы и сделало бы наших граждан куда счастливее. Так, ну смотрите, почти то же самое, только здесь уже больше бонусы. Но это нам реально лучше. Но как-то не сбалансировано. Это, понятное дело, лучше. Вот. Посмотрите, уже минус 3%, а не минус 2. Это нам подняло уже 6. У нас теперь очень много мастерских. И скоро, наверное, стоит строить фортпосты. Но пока что... Пока что. Давайте военные мастерские будем делать. Поставим их. Давайте здесь троечку. Здесь пятерочку. И на фортпосты потом уже будем выходить. После этого мы уже... Сейчас начнется война. Я кину на Якутс, чтобы покрасивее территорию сделать. Начну работать над обороной этих земель. Возможно, стоит хотя бы единички здесь построить. Но это уже если останется производственная сила у нас, тогда можно. Так, еще плюс одна. Давай, спасибо. Так. Рабочие часы. Исследование давайте возьмем. Так, это все мы изучаем. Давайте поставим, знаете что? Давайте поставим пулеметы и посмотрим на это. Давайте на это посмотрим. Конечно, полезно еще ставить пыль в госпиталь, потому что он уменьшает потери опыта. А здесь-то большая проблемочка, на самом деле. Очень большая. Они прям скатываются. Очень сильно двигатели скатываются по опыту. И все слабее и слабее становится. Несмотря на то, что они там сражаются, как бы. И бывает такое, что оно теряет опыта больше, чем получает. Что люди мрут, как бы. Так, все. Все готовы? Давайте, объявляем войну. Тут я сделаю сейчас вот так. И кину на Якут с оправданием цели войны. Пока что вот смотрим на этих два врага. А потом уже будем думать насчет нападения на НКР. Вот так. Видите, я планирую сделать это пораньше. Найти золотую середину, когда стоит нападать. Когда будет самый удачный момент для нападения. Конечно, такого момента никогда не случится. Но самый выгодный для нас моментик нужно подыскать будет. Дешифровка. Давайте шифровку. Слуги умирают из-за подневольного труда. Их ожидаемая продолжительность жизни сократится вдвое. Когда-то люди могли позволить себе такое злоупотребление. Но в эти дни, сейчас мы лишь рушим надежды возрождений пустошей. Простое изменение в политике могло бы пойти нам на пользу. Ну че, рабочие смены? Или работой пока не откажут ноги? Не, эффективность увеличения ресурсов, зачем эта штука нам вообще нужна? Посмотрите. Конечно, там топливо, да. Но его постоянно не хватает. Это понятное дело. Это уже терпимо и никак не удивительно. А вот, все-таки стабильность. Тут эффективность плюс 5%. О, единичку добавила топливо. Круто. Так, здесь я хочу их вот так вот, да. Давай на бледе. Перережем. Хоть там в одну дивизию пускай. И все, их захватываем. Так, а сейчас... Давайте я выйду, знаете куда? Конечно, это полезная штука. 2,50 двойна обязанного. Давайте сюда вот выйдем. Будем изучать оружие пехоты. Воен обязанных 2,50 получим. Пофиг на это производство. Как-никак у нас, в принципе, его и так хватает. Но, опять же, нужно увеличивать скорость нашего развития. Так, подожди. Но все же сейчас давайте над армией работать будем. И аж тоже развивать нужно. Так, топай на столицу. Так, проценты можно узнать? Хорошо. Так, мы потеряли 100 человек. А не полторы тысячи. Вот так я и планирую воевать с НКР. И с Легионом тоже. 181 день. Давайте поставим. Так, теперь здесь столица. А ну, вперед. Потом, я думаю, знаете, вообще не изучать. Хотя, я говорю про силовую броню. Там скорость изучения, конечно, больше. Но зачем? Если мы вот можем взять у них силовую броню. И не просто из какашек. А вот четкую силовую броню. Хотя, конечно, лучше иметь свое производство. Свои модели там. Чем брать лицензии. Но если у них появится уникальная силовая броня. Она должна у них появиться. Тогда, понятное дело, мы у них будем брать. Так, все. Это, я надеюсь, последняя точка, да? Давай, отлетай. Все. Окей. Почему я вот еще пошел на них? Это то, что я хочу напасть на вашингтонское братство. Оно не такое уж и слабое. И, в принципе, развитое. И в таком случае, хорошей идеей было сделать из него марионетку. Допустим, вот это вот все. Эти территории можно только оставить. А все остальное забрать себе. Потому что он имеет бонусы. Он имеет бонусы. Он имеет технологии. И неплохо было бы брать у него, у нашей марионетки. В виде вашингтонского братства войска. Вот. Конечно, наверное, стоит побольше им отдать, чтобы людские ресурсы были. Но это мы уже посмотрим. Это мы уже решим в комментариях. Вот. А сейчас давайте якудзы. Как у вас там? 42%. Давайте подведем. Мы вышли, кстати, к морю уже. Конвои. Полезная штука. Нужно еще починить, кстати. Все, где достраиваем, потом чиним. И уже думаем, что дальше будем делать. Так, здесь. Это, кстати, вполне нам не надо. Давайте, знаете, как поступим? Давайте я сейчас поставлю пулеметы. И вот так. Оп. Оп. Ганшипы не сильно нам нужны. Вот так давайте сделаем. Так, посмотрим. Они еще, кстати, используются и как обычный батальончик. Смотрите. Защита плюс 26. Защита плюс 20. Прорыв 2.1. Прорыв. Прорыв-то здесь есть? А, прорыв должен быть в поддержке, я так понимаю. Нет, тоже нет. Походу я набрал насчет прорыва, да. Ну, в общем, противопехотная плюс 32, здесь плюс 6. Чувствуете, да? Но при этом ширина фронта плюс 3. Людские ресурсы намного больше тратят. Время на обучение. И организация очень маленькая. Поэтому и вполне можно, вот допустим, вот так вот. Как-то делать искусственный интеллект. Просто вот убрать, допустим, вот этого. И вот так вот оставить. Это вполне нормальное решение. Конечно, вон там минусы. Но это, понятное дело, пулеметная бригада. Но организацию вот этой вот приходкой можно компенсировать. Хотя 37 маловато. Еще одну добавить. Вот так вот вполне можно делать. Но пока что я рассчитываю добавить только поддержку. Пока пусть пулеметники будут у нас только в поддержке. Возможно, стоит делать отдельные дивизии с ними. Хотя, опять же, если так поступить, то очень низкая будет организация. И фиг его знает, что в таком случае делать. Обычную пехотку ставить или моторизированную. Хотя смысл? Моторизированную пехоту ставят, чтобы была скорость передвижения. А они же будут как бы телепаться за этими машинками. Смысл тогда? Она же упадет. Так, пехотовосстановление. Потом выходим вот сюда. Там ширина фронта минус 4. Война обязана 5%. Очень нам это надо. Серьезно. Это пока изучаем. Давайте защита плюс 5. Да, пригодится штука все-таки. Пригодится. Так, достраивать. Ну, это потихоньку само чинится. Так, 67%. Угу. Вы можете нам написать в комментариях, как поступить. Просто дело в том, что если напасть на НКР раньше, то брасостали нас позовет к себе в альянс. Но, кстати, можно даже уже вступить. Давайте пока, ребят, я сейчас это не буду делать. Пока же давай подождем. Я вот думаю, стоит нападать на Вашингтонское братство. Или же все-таки сразу прийти на помощь к западному братству. И помочь друг другу решить один и тот же вопрос. Разобраться с НКР. Просто дело в том, что мы можем начать войну, а они в нее просто не вступят. О, она упала. Бывает такое в этом моде, то, что вот ты сделал альянс, она приглашала, они соглашаются вступить в войну, просто не хотят. Вот вот такое может быть, и мы встрянем. Все, мы встрянем в таком случае, поэтому я немного боюсь насчет этого. 92%. Так, сейчас выходим вот сюда вот. Давайте, знаете, как поступим? Давайте сейчас новый дивизий сделаем. Давайте штук. 10 хватит. Вот 10 вполне хватит. Все, они ждут, пока вы их переменуете. Я даже сразу вот так вот сделаю. Оп, вот удобно, кстати. Поставили эти крестики, не надо хоть стирать руками. Все, и это для ваших предложений. Ну, скоро там, а, все. Вот теперь уже нападаем. Ну, ты бы знаешь, как бы поступил. Ты бы пошел моторизированную забрал. У них тут защита слабенькая. И давай на Карлсон Сити. Карсон, а не Карлсон. Хотя было бы угарненько. Ладно, проходите. Тут как стоит, максимально, да. Конечно, можно еще и радары здесь построить. Пусть это не достает. Или просто его улучшить. Тоже не было бы лишним, конечно же. Так, давайте так вот все-таки сделаем. Вот. А эти... У вас, кстати, стоимость производства, ну, не маленькая. Забираем. Кстати, да, стоимость. 96-150. Ага. Незначительно, конечно, но тут, смотрите, что она тратит. Ну, благо все это у нас есть. Давайте, знаете, как сделаем? Поставим вот так вот. Все-таки истребители нам первым делом нужны будут. А это можно вообще сейчас опустить. Серьезно. Зачем нам столько поддержки? Вот. Посадить вот так. Хорошо. Сейчас... А-а-а-а-а-а. Че, набрасываете? Просто, понимаете, здесь горы. Здесь горы. Здесь мы можем, короче, зависнуть на очень долгое время. И, понимаете, если НКР нападет на образцу стали, или же наоборот, когда мы будем заняться совершенно другим делом, мы просто не успеем, или просто не вовремя уже придем, и тогда они нас отмудохают. Поэтому я не хочу сейчас далеко отводить, сейчас хочу что-то легенькое делать. Потому что когда придет момент, тогда уже нужно быть к нему готовым. Хотя там вроде еще где-то годик, может полтора, но все же я не уверен. Я вот знаю, как здесь в горах воевать, и каково это. У вас там, кстати, дивизий. Ну, у них больше даже дивизий, чем у нас. А, и они лучше оснащеннее, чем у нас. Так что в горах еще тем более воевать. Конечно, можно было попробовать, да. У вас там, кстати, самолеты есть? Самолеты есть. Ну, кстати, почти столько же, сколько и у нас скоро будет. Так. Давайте тогда будем сейчас улучшать пулеметики наши. Вон, плюс 5%. Все, и сразу давайте их запхаем сюда. Вот, смотрите, как статы сильно поднимаются. Самое важное пока это защита от них. Ну, вот и людские ресурсы сразу упали. Капец. Так, а тут... Это, кстати, две страны. Одна просто захватила другую. То есть, можно сразу, считайте, убить два зайца, если на них нападем. Вот если выйдем к зоне 51, говорили, давайте ее завоюем в комментариях. Но это увеличит. Намного увеличит. Может быть, на три провинции. Нашу ширину границы здесь. Ну, вообще, нам не особо-то и надо. Давайте вот это вот будем брать. Пока экономически будем развиваться. Потому что чем раньше, тем лучше. Давайте самолете там. А у вас сколько там самолетов? Ой, вообще мало. У нас почти... У нас даже больше. Может, у нас даже больше самолетов, чем у НКР. Представьте себе. А у легиона? Еще ноль. То есть, неплохо. Неплохо. Так, 209 дней. 40%. Давайте возьмем. А здесь вот это вот. Полезная штука. Так, что мы там еще можем-то добавить? Ну, разведку, наверное, да. И давайте еще полевой госпиталь. Так, как-то у нас хватает? О, хватает. Давайте лучше вот так вот сделаем. Оп. Все. Ой, пестики-то. Пестики. Все, давайте вы наверх. Вот так вот сделаем. И вот так. Вполне должно пока хватить. Воу, улучшайтесь. Кстати, а вас нельзя модернизировать? Нет, нельзя. Да, там нужен сабмод на это. Но я его не ставил. Можете с группы, кстати, его скачать. Так, ну что там? 53%. А, ладно, тогда я сейчас чуток подожду. Еще заметил то, что камера опустилась. Вроде по правилу нормально. Так, сейчас все. Там уже немного осталось. А тут у нас просто-напросто не хватает людских ресурсов. Хотя, вон, вроде уже чуток до поступают. Уже 0,009. Окей. Сейчас давайте нападаем. Подождите. Давайте сначала прорисуем лучше. Оп. Сейчас я вообще хотел взять, знаете что? Я хотел взять вот строитель укреплений. Бункеры плюс 20% скорости строительства. Но бункеры. А мы же сейчас строим фортпосты, потому что они дают столько же. Но при этом они дешевле стоят. Намного дешевле. И непонятно, работает ли он на это или нет. Ну давайте все-таки его сейчас возьмем и это узнаем. Нет. Судя по всему, нет. Не вижу, что что-то могло здесь измениться. Но ладно. Что можно взять? Войны магнат? Давайте его возьмем. А здесь потеря от истощения. О. Минус 8%. Полезная очень штука. Ну что? Вперед. Так. А здесь мы берем, давайте, военная мастерская. Фортпосты. Еще фортпосты. Ну это... О. Кстати. Убрать национальный дух двор. А двор это что у нас? А, стабильность минус 15 и поддержка войны минус 7. Опа, на. А я даже, кстати, про него и не знал. Такая-то офигенная штука будет. Блин. Она дает бонусы вон там производству, количество фабрик и тому подобное. Надо быстрее стабильность повышать. Намного быстрее. И мы будем еще быстрее развиваться. Поэтому надо будет выходить к урбанизации 2. Жемчужина, пустоши. Потом сюда нужно выйти 2.50 двойно обязанного. Силую броню пока посмотрим. Сюда вот тоже. Ой, мы это даже не брали. Ладно, ребят, сейчас я что делаю? Сейчас я... Давайте поставлю это, пока будем все чинить. Но я уже начну вниз готовить. Так, тут как? А, еще там надо. Вот еще одну сюда. Наверное, вот до двойки... Нет, до тройки даже надо. Даже если они сейчас на нас нападать не будут, то когда мы пойдем в атаку и, допустим, выйдем вот сюда вот, они почувствуют то, что здесь дивизий стало меньше, начнут там нападать. И их действительно будет меньше, они будут слабее. И эти форты им помогут. А нам нужно будет как-то провоцировать на атаку, потому что сейчас искусственный телег не так часто нападает и сливает свои людские ресурсы. Поэтому их нужно будет провоцировать, чтобы они на нас нападали. И когда людских ресурсов будет ноль, мы сможем нормально сражаться. Ну что ж, ребят, спасибо большое за просмотр. Конечно, я сейчас многое не сказал, то, что было в крашнутом фрагменте. Но если вспомню, я скажу в следующих сериях. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы дошли до этого момента и еще не подписаны. Ну, ребят, а че так-то, а? Не обижайтесь. А скачать мод, сабмод и все остальное можно в нашей группе ВКонтакте. Там же можно задать какой-то вопрос. Только на стене задавайте вопрос, потому что тема и комментарии не всегда просматриваются. Ну что ж, спасибо еще раз большое за... Ну что ж, спасибо еще раз вам. До встречи.